Это новости на канале RTVI. Почему Тихий Дон — это советские унесенные ветром, а мастер и Маргарита — попытка доказать, что дружба с властью возможна? На эти вопросы можно ответить после просмотра открытых уроков телепроекта RTVI, в котором самые известные русские писатели предстают перед зрителями в совершенно новом свете. Лектор, публицист Дмитрий Быков уже второй год поражает телезрителей и своих студентов необычной трактовкой литературных текстов. О своем отношении к современной литературе и планах на следующий год Дмитрий Быков рассказал и в США. Серию своих уроков он провел для жителей Вашингтона и Нью-Йорка. Новый взгляд на русскую литературу — это возможность объяснить прошлое, настоящее и, возможно, будущее России. Дмитрий Быков уверен, что история развивается по спирали, а точнее, пирамидально. Каждое повторение судьбоносных событий меньше масштабом, но суть от этого не меняется. Писатель также не сомневается, что у каждого действующего лица есть или будет свой двойник. История обречена на деградацию, иначе человечество уничтожит себя. И вот поэтому каждый следующий слой уже как у конуса, как у пирамиды, математики меня поймут. Вот сейчас мы в очень маленьком сечении производим все, повторяем все, что уже было в 2014 году 1900. 1900. Абсолютно все. И война, и Серебряный век, и у нас есть свой Прилепин Горький, и свой Леонид Андреев Сенчин. Все части этого кластера уже сошлись. Последний — это смерть Джуна Давыдашвили, нашего советского распутина. Писатель с легкостью факира достает из запасников своей безграничной памяти литературных героев всех эпох и стран. По его мнению, унесенные ветром Маргарет Митчелл — это американский вариант тихого дона Шолохова. Сюжет доктора Живаго Пастернака перекликается с набоковской лолитой. И каждый раз судьба главной героини повторяет судьбу русского народа, который сбегает от действующего строя к революции, но получает лишь несчастье. Тем более неожиданное развенчание мифов мастера и Маргариты Булгакова. Воланд оказывается проекцией Сталина, а сам роман — попытка заигрывания автора с властью. «Свободен, свободен!» — кричит мастер. И Пилат, и Ешуа, палач и жертва, уходят по лунной дороге, непринужденно беседуя. Булгаку в этот момент еще кажется, что они могут непринужденно беседовать, потому что палач производит впечатление человека весьма умного. Взаимоотношения человека и власти, выбор между честью и совестью, война, долгий путь к цели и, наконец, воспитание нового человека. Таковы, по мнению Дмитрия Быкова, общие сюжеты всей русской литературы как 19-го, так и 20-го века. И все процессы, литературные и политические, которые сейчас происходят в России, тому подтверждение. Война всегда служит легитимацией власти. Это совершенно очевидно. Вы же понимаете, что во время войны критика власти невозможна. Она приравнивается к предательству, что мы, собственно, имеем. Значит, это попытка снять проблему. Это попытка объединить всех вокруг власти и сказать, вот видите, у нас враги кругом, а вы тут еще добавляете со своей критикой. Нам придется признать, наверное, что война проблем не решает. Она их усугубляет, она загоняет их вглубь. Она устраивает гнойник на месте открытой раны. Но для этого придется разбираться с мифологией Великой Отечественной войны в Советском Союзе. При этом Быков уверен, что Россия, которая всегда выбиралась из тупиков, выберется и сейчас. И вновь удивит мир. Там в России происходит очень странная штука. Я не могу ее объяснить никак. Там происходит такой интеллектуальный рывок, которого я никогда не видел. Я раньше входил в аудиторию, видел примерно так три четверти абсолютно пустых глаз. Сейчас между третьей и половиной, вот этот процент везде одинаково. В Америке, в Принстоне, в Польше, в Егелонском университете, в Москве. Примерно чуть больше третий – это люди, которые знают, во всяком случае, в перспективе больше меня и понимают больше меня. И мне, чтобы за ними угнаться, приходится очень сильно приказать. Почему это случилось, я не знаю. И самое главное, я не знаю, что нам это сулит. Потому что я верю в направленную эволюцию, я верю, что это зачем-нибудь. Ну, знаете, как мальчики перед войной. Зачем столько интеллектуалов сейчас в России, не знаю. Видимо, ее надо будет спасать. Но то, что скоро весь мир будет прикован к русской культуре, это абсолютно точно. Сам Быков прилагает для этого все усилия. Преподает в МГИМО и Принстоне. Выступает с открытыми лекциями и семинарами как в России, так и за рубежом. Быков сегодня – это гений. Это гений современности. И слушать его, и понимать, как он понимает русскую литературу – это ведь новое прочтение литературы. Ведь то, что мы когда-то учили в школе, было совсем не тем и не то. И вот совершенно новый подход к литературе, совершенно новое понимание и трактовка знакомого, когда-то изученного, вдруг становится для тебя таким неожиданным открытием, от которого просто сцепенеешь. И ты не понимаешь, а чем же ты занимался все эти годы. В Вашингтоне и Нью-Йорке желающих попасть на встречу было так много, что пустили не всех. Поклонники дожидались Дмитрия Быкова на выходе из здания, чтобы устроить еще один импровизированный разговор о главном. В общей сложности беседа с русскоязычными нью-йоркцами затянулась на три часа. И будет продолжена на RTVI. Здравствуйте, садитесь, дорогие друзья. С трепетом и ужасом приступаю я к нашей сегодняшней теме по понятным причинам. Мы говорим с вами о Серебряном веке. Открытые уроки с Дмитрием Быковым – это уникальный проект, позволяющий любому человеку стать студентом и не только заметить что-то новое в давно прочитанных книгах, но и приоткрыть дверь в будущее. Может быть, то, что остается от нас с вами, это и есть только культура. На 41-м году жизни скончалась известная певица Жанна Фриске. Об этом сообщают ряд российских изданий со ссылкой на ее отца. О том, что Фриске – опухоль мозга, широкой общественности стала известна в январе 2014 года после официального заявления ее гражданского супруга, телеведущего Дмитрия Шепелева. После этого поклонники собрали для актрисы около 68 миллионов рублей – больше, чем требовалось на оплату ее лечения. Часть средств Фриске перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Певица, в частности, проходила курс лечения в Нью-Йорке. Жанна Фриске получила широкую известность благодаря участию с 1996 года в группе «Блестящие». В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Также артистка снималась в фильмах, таких как «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». В апреле минувшего года она родила сына в Майами. Добавлю, что пока о смерти Жанны Фриске сообщил только один источник. Мы будем следить за развитием событий. Скандал с белой главой Организации по защите цветного населения, которая 20 лет выдавала себя за афроамериканку, сегодня завершился увольнением. Рэйчел Долежал ушла с поста президента отделения известной правозащитной организации в городе Спокейн, штат Вашингтон. Отставки предшествовала шумиха в прессе и соцсетях после того, как выяснилось, что Долежал не та, за кого себя выдавала долгие годы. В реальности долежал дочь белой пары европейского происхождения, но много лет назад она сменила образ, назвав себя дочерью белой матери и черного отца. Так она устроилась на работу в Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения. Эта организация, среди прочего, занимается проблемой расизма и дискриминации в США. В своем прощальном письме Рэйчел Долежал не касалась темы скандала, а лишь пожелала коллегам успехов. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.